всем привет добро пожаловать на канал с вами оксана и сегодня я хочу показать вам как можно сшить простую детскую подушку для детской комнаты у меня как раз остаются кусочки ткани и я думаю что можно их применить для декора детской комнаты подушку я буду шить из хлопковой ткани это стопроцентный хлопок бязь и также буду пришивать вот такую тесьму с разноцветными помпонами подушку я буду шить круглой формы поэтому беру любой круглый предмет у меня есть вот такая крышка складываю также тканью вдвое сверху прикладываю крышку и обвожу затем вырезаю теперь беру одну деталь круга также беру тесьму прикладываю тесьму по краю к лицевой стороне и прикалываю булавками тесьма у меня немного растягивается поэтому я прикалываю ее и немножко растягиваю я уже приколола тесьму по кругу и теперь буду пришивать на швейной машине также немного растягиваю тесьму и пришиваю вот так у меня получилось я уже пришила тесьму и теперь сверху лицом к лицу прикладываю вторую деталь и также прикалываю по краю булавками и вторую деталь нужно немного припосадить к первой так как первую деталь я пришивала и растягивала тесьму я Продолжение следует... Я уже сколола две детали и теперь буду сшивать на швейной машине. Также оставляю небольшое отверстие не зашитым, чтобы потом наполнить подушку наполнителем. Я уже прошила полностью по кругу и теперь выворачиваю на лицевую сторону. Через оставшееся отверстие буду наполнять подушку. Теперь наполняю подушку и зашиваю оставшееся отверстие на машинке. Вот так у меня получилось. Подушка уже практически готова. Можно ее оставить в таком виде. Но я еще хочу пришить посередине два помпона. Теперь беру иголку с ниткой и стягиваю посередине. Нахожу середину, ставлю отметку и стягиваю посередине. Также сначала прошиваю помпон. И теперь пришиваю помпон посередине с одной и с другой стороны. Также необходимо стянуть хорошо подушку. Я стягиваю подушку и прошиваю также на другую сторону. И так несколько раз. Вот такая у меня получилась веселая подушка. Саша сказала, что она похожа на пончик. Также вместо тесьмы вы можете пришить кружево. Либо сделать рюш и также пришить его по кругу. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И мы с вами прощаемся. Всем пока!